Ролик для ГТРК «Женя пьёт» вот так вот. Ещё больше беспокоиться начинаю. Привет всем, это канал «Женя пьёт» и сегодня у меня в гостях Фарид Ешков, бар-менеджер загородного клуба «Жемчужина», который находится в Ленинградской области. Просим любить и жаловать, собственно говоря. Так, сегодня поговорим о текиле, вообще откуда она взялась, как началось её производство и на какие подразделения она может делиться вообще. Впервые на канале «Женя пьёт» сразу вопрос, может нальём? Фарид, знаешь, вот у меня сейчас сразу вот хочется вопрос задать. Ведь есть некий стереотип насчёт текилы, что текилу пьют, значит, с солью и лаймом, да? Как вы можете видеть, у нас здесь ни соль, ни лайм не присутствует сегодня. Вот что ты думаешь об этом стереотипе? Стереотип полностью слаженный на аутентичности вообще мексиканской культуры. Потому что в Мексике, естественно, есть лаймы, цитрусы очень, которые преобладают в своём производстве и тому подобное. Вот. И как бы, ну, это очень сочетаемый продукт, потому что кислое, забивает всю сивушность алкоголя. Вот. И как бы с солью это тоже добавляет, как усилитель вкуса используется. Но... Я так понимаю, у нас сегодня во второй части видео будет об этом, да, когда мы перейдём к коктейлям на свою текилу. Да, сделаем небольшой коктейльчик, но это позже. Это позже. Вот. В данный момент мы не будем пользоваться лаймом, солью. Мы будем дегустировать напиток. Вот. И, естественно, для этого нам понадобится вода и небольшое количество текилы в момент дегустации. Потому что глушить счётами мы сегодня не будем. Пока что. Пока что. Вначале мы точно не будем. Да. Ну, давайте. Выпьем чуть-чуть её. Вообще есть такое поверье, что нужно поцеловаться с текилой. Да. Это не просто так сказано. На самом деле здесь идёт такая классная история о том, что текила – это напиток любви, такой крепкий, очень способствует на всякие дискотеки и тому подобное. То есть, грубо говоря, танцы и веселье. А есть ещё вторая сторона. То есть мы здесь готовим свои рецепторы. Так как текила – это дистиллированный напиток и довольно-таки крепкий, мы должны немножко подготовить свои рецепторы, чтобы она нам заходила с удовольствием. Ну, вообще, если говорить вот именно о белой текиле, то, как по мне, это, ну, самогон. Да, это и есть самогон двойной перегонки, как бы, это неотъемлемая часть текила. Давайте я немножко расскажу о том, то, что вообще, как появилась текила. Давным-давно ацетские племена, которые жили в местности, где растёт агава, а конкретно голубая агава. Вообще, агавы около 130 видов разной. Вот. Но текила делается из голубой агавы. У нас вот один из 130 видов за спиной сейчас. Да, это юка. Недалеко от астековских племён ударила молния в одно из самых таких старых растений агавы. Я так понимаю, легенда сейчас идет, да? Это легенда, да. Это древняя там. Ударила молния в агаву, с агавы пошёл сок, так как это уже такое, было растение такое старое. И из него пошёл сок, который они были в шоке. То есть, это такой дар богов для них. Как-то так в этом растении есть сок, который можно пить, и он на самом деле по вкусу очень приятный такой. И такого молочного цвета был. Так как этот сок пошёл, они его, естественно, грубо говоря, где-то он у них остался, в каком-то сосуде, ёмкости или там где-то ещё. И он начал бродить чуть. И так появился такой напиток пульки называется. Это напиток брожения на основе сока агавы. Со временем наступают конкистадоры. Да, да, вот, они приходят со своей технологией перегона алкоголя. Ну да. Они знают, как это делать. Они берут пульки, начинают её перегонять и получают, что? Видимо, текилу? Нет, они сначала получают мискаль. Мискаль – это прародитель текилы. Изначально мискаль готовился из любого сока агавы, из одного, грубо говоря, из нескольких видов агав, либо какая у них была, то есть они перегоняли из агавы сока напиток и получали мискаль. Ещё есть такое поверье, то, что гусеницу, видел, наверное? Видел, да. Вот, гусеницу закидывают как эталон качества. Многие люди в то время не было, как нынче система ЕГАИС, например, и тому подобное. То есть, как бы никто за этим не следил. Но нужно было удостоверить качество, то, что да, это хороший мискаль. И туда закидывали гусеницу. И что, с ней должно было произойти? Ничего, она должна сохранять своё состояние такого же нормального, естественного вида. А, ну то есть, как бы… Она спиртовалась просто. Если мискаль была ниже градусом, то просто это всё… Гусеница приходил кердык. Совершенно верно. Прямо сказать. Да, гусеницу эту можно есть. Если кто-то видит её в бутылке, допивает эту бутылку, то можно её съесть легко. И, как бы, ничего страшного в этом нет. Это чистый белок. Ну, если кто-то отважится, конечно, да. Например, отличие текилы от мискаля. Текилы делаются исключительно из голубой агавы. Есть исключения, в которые можно использовать не только голубые агавы, а любые другие спирты, точнее, спирты из других продуктов. Ну, это, например, сахарный тростник, допустим. Да, и сахарный тростник – это то, что у них, как бы, растёт поблизости. Это текила микс-то считается, она называется. Но в ней должно содержаться не менее 51% спиртов из голубой агавы. Но в данном случае мы видим здесь вот такую надпись 100% агава. Да, то есть в данном случае у нас здесь Pura, ну, то есть, как в английском, Pure, чистая агава. Чистая агава, да. Здесь 100% агава, то есть напиток из 100% голубой агавы. И эта надпись, ну, может быть только на напитке, которая делается из 100% голубой агавы. Если напиток является микс-то, то там не пишется микс-то, там просто пишется текила и всё. То есть надписи 100% агавы там не будет, и вы можете понять, что это смешанный напиток. Точнее, напиток из смешанных спиртов. У нас два экземпляра текивы. Это 100% агава категории бланка и 100% агава категория репосада. Репосада в дословном переводе переводится как... Нальём пока. Да. Отличная идея. Репосада переводится дословно как отдохнувшая. Не просто так, потому что текила сам по себе напиток очень насыщенный, и который имеет свой вкус, и, в принципе, ему не нужно выдерживаться в бочках или доводить его до какого-то состояния, как, например, виски или какие-то другие напитки, которые выдерживаются. Но самое главное отличие, самоэстетика. У меня вот она привлекает отдохнувшая. Классно сказано. То есть ты пьёшь, я даже уже со словами, потому что это текила отдохнувшая, как будто она легче. На самом деле процентное содержание алкоголя не менее 38 градусов должна иметь текила. Текила бывает 42-45 градусов, 40 градусов, 38 – это самое минимум для текивы должен быть. Это тоже регламент производства текивы. И ещё, кстати, текила должна производиться исключительно только в Мексике. 40, 40, а здесь 38, да? Да, ну то есть всё по регламенту, всё как надо. Есть ещё одна категория текилы, это называется текила Аньеха. Это уже выдержанная текила. Выдержанная текила уже идёт от года до 10 лет. Чтобы произвести текилу из голубой агавы, нужно, чтобы она выросла не менее 10 лет. Ну то есть этот момент от 8 на самом деле варьируется, но качественные производители, грубо говоря, уважающие своё производство, свой напиток, они выращивают 10 лет. Дальше голубая агава выросла на протяжении этого времени, и выходят специальные ребята. Это химадоры. Химадоры с такими лопатами, очень острыми. Начинают обрубать эти листья с агавы, и получается такая ананасина, грубо говоря, в виде. Похожа по внешнему виду на шишку. Её размер может достигать до 100 килограмм, легко. То есть такая большая ананасина, то есть это взрослые мужчины, очень крепкие, этим занимаются. У них очень сильный физический труд. То есть это такие мужики-мужики, прям очень серьёзные. Они собирают эту агаву, потом в дальнейшем они начинают её запекать. То есть опять же у каждого производителя свои методы запечь, чтобы получить сок оттуда. И в дальнейшем они её отжимают, и получается вот эта брага, та самая пультина. Смотри, то есть сок получается именно методом запекания вот этой вот... Да, за счёт того, что запекается. Зерна вот этого так называемого. Да, она размягчается, и потом её отжимают, и получают этот сок. И сок уже участвует в брожении и в перегонке в дальнейшем. Да, дальше это, грубо говоря, получается наше старое доброе, о чём я говорил, пульки. Вот, то есть это сок сам забродивший, и из него перегоняют уже дальше. Я всё-таки не понял, так а в чём же отличие текилы от мискаля? А я об этом не сказал. Не сказал. Да, текила перегоняется два раза, мискаль перегоняется один раз. Что я хочу в данный момент предложить? Давай скажем несколько слов о её ароматике, о её вкусе. Давай ты начнёшь о вкусах, а я как бы, может быть, продолжу. О вкусах и об ароматах? Да. Ну, как я уже сказал, на самом деле это очень похоже на наш самогон, на российский самогон, который выгоняется из, причём даже не фруктовый, а скорее какой-то зерновой самогон. Сладость не чувствуешь? В ароматике? Да. Я бы сказал, что скорее даже не сладость, а вот лично по мне травянистость какая-то мне ощущается. И что-то даже, что-то какое-то медикаментозное, я бы сказал. Вот что-то такое вот. Может быть. Хотя, если говорить о настоящей травянистости, то вот здесь вот именно в Аль-Аму, вот здесь вот появляются прям оттенки такого, я бы сказал, ну, мы дегустируем из рюмок, конечно, да? Вот кто-то скажет, что здесь нужны дегустационные бокалы, да? Ну, это же текила. Кстати, вот, есть специальная посуда, которая в Мексике пьют из неё. Это называется капито. Капито это, раньше это была вообще тыква. Маленькая тыковка, её обрезали, вытаскивали, сушили, и всё. Это как такая пиала для, как трубка мира была. Под текилу никогда мне не давали капито, то есть всегда дают какие-то рюмки. Я знаю кучу мест. Но, наверное, в Питере, да? В Питере, да. Но не в Астрахани. Нет, есть в Астрахани такое место. Какое место? Котики-бар. Котики-бар. Да, и, кстати, там и лучшая сангрита. И, кстати, вот, мы, по-моему, подошли к разговору о сангрите. Так. Сангрита это вообще... Это коктейль, я так понимаю. Нет, это классическая запивуха к текиле. А в профессиональном жаргоне, грубо говоря, это называется чейс-напиток. То есть ты выпил, запил чем-то. То есть мы говорили о лайме и солью. Да, это нормально, когда ты в домашних условиях, когда ты где-то на дискотеке, где-то с друзьями. Но есть такой напиток сангрита. Это напиток на основе томата, апельсина, сока лайма и перца чили. И еще разных специй, которые, в принципе, могут быть. То есть это кумин, ну, там, зира кумин, и там паприка сушеная, еще что-то. То есть такой микс такой томатный, томатный цитрус. Слушай, ну, по сути, здесь идет речь о том, чтобы просто перебить начисто вкус, который мы имеем в текиле. Мне интересно, вот что ты чувствуешь в ее вкусе? И чувствуешь ли что-то, какие-то оттенки именно просто в чистой текиле, которая вот текила-бланка? Так как я знаю, как по вкусу может быть вообще агава, точнее, я сталкивался с сиропом агавы. И есть характерный вкус, на самом деле, вот о том, что она постояла, да, на самом деле у нее более, она как выветрилась, грубо говоря, немножко подышала. И вот этот вкус агавы, на самом деле, я прям чувствую. Но при этом, как бы, нотки с самогона не отнять, потому что это напиток дистилляции, и что же теперь сделаешь? А давай теперь про вторую текилу несколько слов, про которые у нас, собственно говоря, выдержанные, точно так же про ароматику и про вкус. То есть, опять же, поправлю тебя, невыдержанная, отдохнувшая, есть конкретные характеристики у каждого алкогольного напитка, и вот про текилу дурно говорить о ней, то что она выдержанная, когда она не Аньеха, то есть или посада, она отдохнувшая, как-то так. До тебя я не слышал этого термина, то есть ты вот сейчас обогатил меня. Я очень рад, что, на самом деле, я делюсь этими достоверными. Я надеюсь, что наших друзей тоже, ребята, значит, напишите в комментариях, знали ли вы о таком термине, как отдохнувшая, да, и, может быть, вам известны еще какие-то термины, да, которые применительны к текиле и ни к какому другому алкогольному. Да, может быть, сленг какой-то, кто-то как-то где-то называет по-разному, то есть, ну, и привязывается это к какому-то кругу людей, то есть это нормально то, что. Вот смотри, тебе очень хорошо знакома вот эта текила в ее современной инкарнации, которая называется Лей, да, Лей, Лей. А здесь у нас Эль Амо. Я был удивлен, на самом деле, то, что увидел у тебя именно в таком виде ее, потому что, ну, это круто, то есть, как бы, мы пьем сейчас легенду, грубо говоря, которая сейчас не существует, и это максимум легенда может быть. Вот смотри, вот ты знаешь примерно вкус Лей и аромат Лей, вот то, что мы здесь сейчас чувствуем по памяти, это то же самое или что-то вот иное, вот как-то? По памяти я знаю точно то, что напиток Лей, он очень характерный, легкий и, как бы, ну, питки напитки, я называю их так. Я вообще рекомендую всем пить репосаду. Есть еще категория Голд. Голд это подкрашенная, то есть, это также берется текила баланка, невыдержанная, и дальше подкрашивается карамелью. Я так понимаю, это то, что у нас Альмека очень любит делать, да? Что? Альмека очень любит. Альмека не считается за текилу, да, в мире, как бы, уважающих себя текила-манов? По сугубо моему личному мнению. Здесь только как бы моя, потому что текила, Альмека, давайте не будем они. Я могу рассказать о текиле Хусе Куэрво, который является родоначальником вообще текилы. Первый, если вы на прилавках, можно встретить текилу Хусе Куэрво. Она такая аутентичная бутылка, грубая, точнее, с аутентичным таким шрифтом, такого ацтековском больше стиле. Это родоначальник вообще экспорта текилы, то есть, это первый человек, который получил лицензию на производство именно текилы, как и зафиксировал ее, как напиток в Мексике, начал экспортировать ее, и также у нее есть категория Голд. То есть, это подкрашенные текилы, да? Подкрашенные, да. То есть, ну опять же, вот так как ты попробовал белую обычную текилы, ты почувствовал вот эту, грубо говоря, самогонную нотку и тому подобное. Карамель дает возможность срубить углы вот этой остроты. И цвет, естественно, более такой приятный становится. Давай еще поглоточку тогда вот этой выдержанной. Друзья, за ваши лайки, подписки, комментарии обязательно. Обязательно комментируйте, обратная связь очень нужна. Да, и обязательно, друзья, обязательно ссылочка под видео на инстаграм Фарида. Да, подписывайтесь на мой инстаграм. Обязательно подписывайтесь. Давай. Кстати, же, есть какой-то фирменный мексиканский тост? Да, есть. Ола, они кричат Ола. Чокаются при этом или нет? Ну, в смысле. Мне кажется, мексиканцы и так уже все чокнутые. Да, это столько петли. Ну, давай мы совместим российскую традицию и традицию Мексики. Ола. Ола, амиго. Вот эту текилу можно совершенно спокойно покатать по ротовой полости. Да, в принципе, во вкусе повторение того, что чувствуется в ароматике. То есть здесь травы, немножко каких-то вот специй или, как ты сказал, пряностей. Наверное, да, наверное, вот пряности, они здесь имеют место быть. И ванильная сладость. Слушай, может быть, перейдем к коктейлям? Потому что я так понимаю, что здесь вот ты действительно можешь показать что-то особенное. Фарид, удивляй. Сейчас мы будем готовить классический, можно сказать, мексиканский коктейль. Называется он Paloma. Paloma – это сочетание грейпфрута и текилы. Сейчас мы будем его делать в домашних условиях, естественно, для себя любимых. Ребята, я призываю вас использовать текилу миксу, о которой я говорил, то есть на которой не написано 100% агала, а просто текила. Потому что, ну, зачем переводить «добро»? Экономия и бережливость. Я так понимаю, наливать ты планируешь на глаз или нет? Или вот «а-а-а-а». Ничего сложного. Берем рюмочку, одну порцию текилы в стаканчик. Рюмочка у нас здесь, я так понимаю, объем где-то 0,30, наверное, примерно. Ну, ладно, все-таки, да, вот так вот? Да, потому что стаканчики довольно-таки вытянутые. Мы берем стаканы, это называется категория «Хайбл» стаканов. Это обычные стаканы объема от 180 мл. Я бы сказал, что такой узенький «Хайбл». Ну, у него очень тонкое дно, поэтому здесь как бы по визуальным критериям кажется, что он маленький. На самом деле здесь 220 мл где-то. Да, так что. Да, ладно. Итак, используем текилу, налили, точнее, текилу, наливаем грейпфрутовый сок. Еще одна такая пометочка – используйте холодные напитки. Потому что если есть лед, конечно, закиньте льда. В данном случае у нас нет льда. Мне кажется, что салду чуть-чуть долить надо. Совершенно ровно. Ну, будем считать, что так. Налили грейпфрутового сока и газировку. Вообще, в принципе, используйте… Сок такой интересный. С одной стороны заклеенный, а с другой стороны… Ну, без лица. Давай вот так вот поставим. Без лица. Так, а газировка для чего? Для того, чтобы быстрее запьянять? Или как? Наоборот, чтобы растянуть. Как бы эта категория коктейля называется «Хайбл». «Хайбл» – это газированные напитки с алкоголем очень легкие. Вот такие вот. И эта категория «Хайбл» – газированный, алкогольный напиток. Можно использовать грейпфрутовую, содовую. Она также есть на прибавках магазина. Но мы как бы здесь по-трушному как бы так. Но у нас здесь еще и грейпфрут присутствуют. Да, и обязательно украшения. То есть, как бы мы же по красоте хотим пить. Так. Вот как-то так. Так, пожалуйста. Ола Амиго. Ола Амиго. Мне кажется, я впервые в жизни пробую коктейль на основе текилы. В этом коктейле присутствует легкость. За счет того, что цитрус, точнее грейпфрут, за счет своей горечи и кислоты подавляет именно вкус текилы. Но как бы алкоголь остается на месте. Да вообще совершенно подавляет. То есть, я бы сказал, что что-то такое. Как будто грейпфрут стал чуть более таким перченым. То есть, я бы сказал, что здесь алкоголь вообще не ощущается. Так, забродивший грейпфрут. Это прохладительный напиток, который мексиканцы пьют в основном в летнюю, не в летнюю, а в дневную пару. Днем как бы глушит текилу так себе идея, на самом деле, хоть какой-то стойкий небо. А вот в таком виде это вполне доступно. Смотри, я так понимаю, вот таких вот коктейлей штучки 4 вот так вот в легкую можно усосать, и ты все это уже... И ты выпил 200 грамм текилы водки. Водки, да. Многие, кстати, говорят, что это мексиканская водка. Ну, как бы, можно сказать, если традиции России в параллели с водкой проводить, то да. Ну, а в России дело в том, что водка же это тоже изначально был дистиллят. Изначально. Да, это же спирт изначально должен из чего-то получиться, и поэтому так происходит. Вот, а еще есть сангрита. Вот, но сангрита это уже такой напиток, который, ну, опять же, повторюсь, это чейс-напиток, который идет продолжением к алкоголю, то есть выпил, запил одинакового объема. И такой напиток можно приготовить в домашних условиях, но есть такой момент, что ему нужно постоять, чтобы все ингредиенты подружились. И, опять же, не все всегда можно взять там в ближайшем магазине. Так что, ребят, пейте сангриту в заведениях, если пьете текилу, то пейте ее сангритой, и на самом деле, ну, это популярно сейчас. То есть я замечаю, где нет сангриты, да, в принципе, как бы, у меня уже скептическое отношение начинается к этим заведению. У тебя на канале есть рецепт приготовления сангриты? Я имею в виду твой инстаграм-аккаунт. Да, кстати, в инстаграме есть у меня рецепт. Ссылочка под видео. Да, есть рецепт, как приготовить сангриту в домашних условиях. Там полностью подробно описано, то есть сколько ее нужно оставить, как это при домашнем, грубо говоря, инвентаре все это приготовить, сделать. Очень легко, доступно и, в первую очередь, очень вкусно и правильно. То есть, как бы, употребление алкоголя должно быть, я считаю, должно быть правильным. То есть ты не должен с горлой его гушить, хотя это красиво, согласен. Друзья, ваше здоровье, подписывайтесь на канал Женя Пьет, подписывайтесь к Фариду на инстаграм, и, конечно же, подписывайтесь к нашему оператору, оператор Жени, ссылочка также под видео. Ваше здоровье, всем спасибо, что посмотрели, пишите комментарии, как вам формат, ждете ли вы еще каких-то коктейльных тем? Ребята, пейте текилу, пейте те напитки, которые вам нравятся, выбирайте из всего разного то, то, что непосредственно нравится вам, не стесняйтесь спрашивать у кого-то, интересоваться, задавать вопросы, это все круто и помогайте друг другу в направлении, как говорится. Спасибо тебе, что ты это сделаешь. Спасибо тебе, спасибо вам, что посмотрели. Ваше здоровье. Hola, amigo. Hola.